Краги для того, чтобы руки не переломать. Хоча, вот у меня здесь краги толстые, я вот не могу двигать внутрь этим пальцем. Все, я на улицу мало. 15 минут, как по-хоккейному правильно, теплое, легкое пронуться, приладить оборонную амуницию, взять клюшку, коньки и выйти в двор на властную ледовую арену. Радионы его сябры у дворы об этом и марать не могли. Теперь на зимовых каникулах хлопцы рыжут лед целый день. Таймаут только на обед и вечеру. У вечера до спортивных ледовых баталий подключаются батьки. Ладят семейные хоккейные матчи. Лидером хоккейного дворового руху у микрорайоне «Шведская горка» не шиканно для себя стал Антон Пискунов. Год тому он сам научил пятигодового сына Радиона упэлненно кататься на коньках. Смотрел видео в интернете и ставил его по этим видео на коньки. Где-то даже сам чему-то учился. Возможность прийти покататься есть, а возможность прийти поиграть с клюшками – там нет такой возможности. А хочется, чтобы ребенок вышел, поиграл, побросал шайбу. Ну, чтобы это была игра. Потому что кататься он-то научился, да, он молодец там, да. Но он приходит, например, 45 минут откатался, и все, у него интерес пропал. То есть, а как бы поиграть – это же совсем другое. Да не просто погулять, а так, как взмагаться на лёдзе со своими сябрами прямо каля дома. Некольки месяцев тому Антон пропоновал батькам хлопцам з их двора залить лядовую арену. Батька Радиона, махчима будучи хоккейной зорки, тады не ведал, за что берется. Кажется, навык не чекала себе, что задуманная у васобица у реальность. И хорэна станет прикладом для всех, кто хочет зарабить нечто корыстное. Дозвол от коммунальных службов на лядовое поле не спотребилось. Уже у Антону подказали, как залить каток досыть жаданья любого же хора дома, заключить договор с Гомельводоканалом и оплатить такую послугу. До этого катка я не любитель был ходить куда-то, знаете, что-то там спрашивать, а как, а где разрешение взять. И тем более я не знал, куда идти. Все официально пошли, согласовали. Погода была слабая, приходилось там чуть-чуть залил, два часа погулял, опять залил. Два часа погулял, опять чуть-чуть подлил. Мессы у Великим дворы по между новобудовлями хапая пляцовка, а малю 400 квадратов, хлопцы и девчаты еще улетку облюбовали под баскетбол. У снежный грунт на этом мессы выровняли, зарабили опалубку, выслали подкладку. Рецепт лядовой арены с 5-сантиметровым пластом леду, 20 тысяч литров воды, 4 пары батьковских рук и 5 днем працы. Теперь погулять в хоккей, просто покататься на коньках, сюда приходят дети из всей округи. Мы наблюдали, как ребята каждый вечер до ночи сидели, и почти до утра, до трех, до четырех утра потягали шланг и заливали здесь каток по очереди папы. Каждый вечер они его здесь чистят и каждый вечер заливают. Как он, видно, начинает подтаивать, они его подливают. Звук наузы лядовыми баталиями старейших назирают и молодшие браты и сестры. Женка Антона Пескунова, Катярына, упевнена. Молодший Елисей так само проспору годов ясше позмагается за звание шампиона двора. У нас было открытие катка, все помогали, все вместе организовывали. Родители были тут сказочными персонажами. Дети на палочках, на шампурах, жарили сосиски. Все вместе, все разнакомились. Теперь у батьков одно жадание, как бы их подчинание развивалось и находило больше активную поддержку у жахаров микрорайона. Например, да помогчи купить борты для арены и попрацовать на очистый лед. Антон плануя звернуться в водоканал за дозволом вывести особную трубу водопровода у подвале, как зручней было заливать пляцовку. Дарыши семьи Пескуновых уже пришла платежка за воду, залитую на каток, и они оплатили без малого 27 рублей. Али кажуть, что это минимальный кошт за неоценную махчимость накеровать бурную дитячую энергию употребным на керунку. Наталья Капрыленко, Александр Харлампов, пели радио компания «Гумель».